Всем привет! Лето уже подходит к концу, скоро начало учебного года. Неприятно. Не знаю, рады вы этому факту или нет, поэтому напишите об этом в комментарии. Я же сегодня покажу вам идеальный, уникальный, совершенно изумительный, привлекательный, обвосхитительный, очаровательный... ...макияж в школу. Но это будет не мое субъективное мнение, а мнение самого Гугла. А Гуглу, как вы знаете, авторитетный, между прочим. Но прежде чем начнем, обязательно подпишитесь на мой канал, тык, включи себе уведомление, опубликации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. У меня, кстати, скоро миллион, мне никто не должен это пропустить, никто. Никто не должен это пропустить, так что включи себе уведомление. И, конечно же, подписывайтесь на мои другие социальные сети, у меня есть Инстаграм и у меня есть ВКонтакте. И везде там происходит какая-то движуха, поэтому я вас очень сильно там тоже жду. И давайте уже приступим. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Больше гламура и макияжа и маникюра. Ну, какая школьница обойдется без тонального крема? Окей, Гугл, как нанести тональный крем в школу? Так, это нам не подходит, вот. Ага, это определенная схема нанесения тональника. Только здесь вот у нас не просто тональник, а именно какие-то проблемные зоны. Что ж, с этой схемой я полностью согласна. И я хочу использовать вот этот вот Кушен, потому что это новый какой-то бренд от Чупа-Чупса. Думаю, вы все видели у меня распаковку в Инстаграмчике. Все надо распаковать. Интересно, пахнет Чупа-Чупсом? Нет, вообще не пахнет ничем. Так, ладно, это тупая идея, буду делать пальцами. С моими вот этими вот пальцами, знаете, очень неудобно. Все-таки я возьму какую-нибудь кисточку, потому что это нереально. Кстати, вы знаете, когда я только начинала краситься, вот только-только начинала, я именно так использовала тональный крем, когда наносила его в школу. Я не знаю почему, но вот именно по этой схеме я себе все и наносила, хотя она никогда не была у меня проблемной. Интересно. Кстати, как у вас в школе обстоят дела с косметикой? Разрешат вам краситься или не разрешают? И вообще, как вы обычно предпочитаете туда ходить? Полностью ньют лицо накрашенное или полностью ньют лицо? Голый, так сказать, фейс. Вы знаете, это очень странный кушен, потому что я его нанесла, и сначала мне казалось, что у него даже нет отдушки, никакого запаха, и он типа нормальный. Но сейчас я сижу, и мне так странно, потому что мне кажется, что меня просто взяли, знаете, чупа-чупсами и обмазали, обмазали, обмазали этой карамелью. И это странно, потому что реально от моего лица пахнет мне прям в нос, вот идет этот запах чупа-чупса. Я не могу сказать, что это плохо, но я не могу сказать, что это хорошо, потому что это просто странно. Да. Просто, муа, 10 красоток из 10, и не меньше. А-а-а. Больше гламура и макияжа и маникюра. Окей, Гугл, макияж глаз в школу. Картинки по запросу макияж глаз в школу. Так, вот прям самая первая картинка. Ага, и тут у нас такая из девочки в тетечку, я бы сказала. У этой идеально накрашенной школьницы по версии Гугл глаза больше похожи на какую-то версию Soft Smoky Ice. Я воспользуюсь вот этой вот палеткой теней, и сейчас я буду использовать вот этот вот темный такой цвет. Мне он очень нравится, и он плюс-минус похож на то, что у нее на веках. Сначала я буду наносить темные тени во внешний уголок моего глаза, и буду немножко растушевывать. Как мы видим, у этой девушки эти тени нанесены только в самый уголок, и не растушеваны к внешнему уголку глаза. То есть совсем немного нанесено. Ну, как немного? Даже не знаю, для школы это много или немного. Что думаете? Кстати, когда досмотрите это видео до самого конца, обязательно напишите в комментарии, как вам такой школьный макияж по версии Гугла. Пошли бы вы в школу в таком виде, или такие нет? Вы знаете, шутки шутками, но я именно примерно по такой схеме и красилась, когда ходила в школу. Я прям помню, как я вот это вот вырисовывала, только я делала это черными тенями. Потом вот сюда вот я добавляла серые тени, вот сюда вот прям белые-белые, знаете, вот прям с шиммером, чтобы наверняка. Дальше я возьму вот эти вот светлые шиммерные тени и нанесу на все мое верхнее веко, как у этой девочки. Самое время наносить подводку. Как обычно, я использую скотч, потому что лучшие влюйте-блогеры только так рисуют стрелки. Сами они нарисовать их не могут, потому что они не хотят, а не потому что они криворукие. У этой девочки подводка прямо на все верхнее веко идет, от самого начала до самого конца. То есть у нее довольно-таки длинная и весьма широкая стрелка, судя по тому, что я могу наблюдать. Вы знаете, говорят, в России есть две проблемы, это дураки и дороги. А вот знаете, какие у меня две проблемы? Это стрелки и накладные ресницы. Кто смотрел мое видео с макияжем детской косметики, вообще оценили всю боль, всю боль нанесения накладных ресниц в моем случае. Больше гламура и макияжа и маникюра. Пока что, знаете, что я вижу? Я вижу, что нам очень не хватает пудры, потому что те зоны, которые я утонарничала, они стали поблескивать. Поэтому давайте сейчас перед тем, как сделать ресницы, попробуем найти пудру. Окей, гугл, нанести пудру в школу. Ого, представляете, он даже что-то нашел. Правда, не совсем то, что я хотела бы видеть, потому что здесь все-таки все подряд. Но тем не менее, прикольно то, что он хоть что-то нашел под запросом. Так, ладно, я вижу, из единственного первого, что более-менее нам подходит, это вот эта вот челотенька, которая берет спонжик и наносит пудру. Теперь дело за тушью. Больше гламура и макияжа и маникюра. Окей, гугл. Как накрасить ресницы в школу? Так, какой это имеет отношение к ресницам, не понимаю. Как накрасить ресницы, не спазмируя лоб? Что? Не знаю, что, но дальше давайте, это не подходит. Ага, здесь тетечка просто держит свой глаз, вот так красит ресницу, но что нам еще остается, кроме как повторить это? Вы знаете, школьницы вообще бывают разные, а какая школьница сегодня ты? Строгая, тамблер, шаловливая, деловая. Тик, она прям вот весь свой глаз забрала и красит его. Изумительно. Судя по второму глазу, который накрашен, у нее больше акцент идет вот здесь, а здесь практически не прокрашен. Ну, у нас так и получилось. Ну, а нижняя ресница у нее накрашена очень по обычному, то есть просто нанесено что-то. Насколько школьных макияжей, по шкале школьных макияжей, от одного школьного макияжа до десяти школьных макияжей, этот школьный макияж пока тянет. Ну что ж, сделаю за бровями. Брови это, как там говорится, ворота, которые обрамляют зеркало нашей души. Ну, или не так говорится. Больше гламура и макияжа и маникюра. Окей, Гугл. Как накрасить брови в школу? Поэтапное рисование бровей. Не самые современные брови, не самые школьные, но давайте повторим. Я так понимаю, нарисовала эти брови помадкой, потому что тенями такую четкую линию ты никогда не нарисуешь, значит нужна помадка. Правда, эта схема, конечно, максимально тупая, потому что фиг ты что поймешь на этой схеме надо делать. Ну, в самом начале, так понимаю, мы расчесываем брови. Следующим этапом нужно выделить кончик брови. Следующим моментом проводим сплошную линию снизу. Теперь, я так понимаю, вот здесь проводится линия тоже. И все тоже одним и тем же цветом. Жесть какая-то. Так, она прям полностью закрашивает все свои волосы. Да, и это она тоже закрашивает тем же самым цветом. Даже не знаю, когда вот так брови красили, в каком году это было, в каком десятилетии или даже столетии. Ну, Гугл плохого не посоветует, мы с вами уже давно выяснили. Это просто дичь какая-то. Это вам просто прямое руководство и пособие, как надо краситься в школу. Вот прям приходите так в школу, потом рассказывайте истории, что с вами в школе случилось после такого макияжа. Якиса не твоя. Это самая кошмарная бровь, которую я видела в своей жизни. Брови из кошмара, они мне будут в ночи начнут сниться. Так, в самом конце тут, я как понимаю, есть консилер. Потому что без консилера это вообще, ну это просто забейте. Надо что-то сделать, потому что это пугает. Ну невозможно дальше видео с такими бровями смотреть, это же жесть. Кстати, не забудьте написать, в каком вы классе учитесь. Или если вы учитесь в универе, то на каком курсе вы учитесь. Ну и, естественно, не забудьте мне написать, хотите ли вы видео, где я расскажу вам отличия школы от университета. Больше гламура и макияжа и маникюра. Когда я только начала снимать это видео, я действительно подумала, что этот макияж будет на самом деле школьным. И Google будет советовать нам только все самое лучшее. Но я ошибалась. Google советует нам только все не просто лучшее, а самое лучшее на свете. Поэтому сейчас я буду делать румяные щечки. Очень румяные щечки. Очень. Очень. Брови, кстати, у этой бобенки тоже очень на мои смахивают. Губы у нее красные. Неужели это спойлер к тому, что нас ждет дальше? Больше гламура и макияжа и маникюра. Кей, Google. Макияж губ в школу. Однако, здравствуйте, неужели я вижу что-то прикольное? Корейский макияж губ в школу. По-моему, это будет очень клёво. Вот к этому макияжу особенно клёво. Что же, давайте попробуем. В самом начале нам предлагается полностью перекрыть губы консилером. Потом нужно взять темно-бордовенькую помаду и нанести ее в центр наших губ. И растушевать при помощи ватной палочки. Ну, если честно, то вот если вот сюда не смотреть и оставить только губы, то губы выглядят очень классно. В принципе, даже если вот брови, предположим, убирать, оставить только губы и глаза и не смотреть на румяна, вот так как-то, то тоже выглядит вполне себе ничего так. Но, конечно, эти брови и эти румяна все испортили. Вы знаете, все-таки мне это не дает покоя. Что, если стереть эти брови? Будет ли макияж нормальным без бровей? Потому что на брови, конечно, просто полный трэш. Ну, я хочу сказать, что, по-моему, без бровей получился вполне нормальный, обычный, нюдовый, повседневный, неплохой макияж. А вам как кажется? Я же надеюсь, что вам понравилось это видео. Не факт, что вам понравился макияж, но вам понравилось это видео. Вот, обязательно подписывайтесь на мой канал. Включайте себе уведомления для публикаций, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А в дальнейшем у нас с вами миллион, миллион подписчиков на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на мои другие социальные сети, ВКонтакте, Инстаграмчик. И я вас всех очень сильно люблю. Всех я вас очень сильно целую, да. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.